Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Медик Фитнес и я, его ведущий, Крафтов Сергей. Сегодня мы рассмотрим лечение кифоза в спортивном заднем. Итак, друзья, давайте разберем, что же такое кифоз. Кифоз – это, по-другому, проще говоря, плохая осанка. То есть, когда у нас искривление по типу знака вопроса в грудном отделе позвоночника. Чтобы его исправить, вам нужно минимизировать гипертонизию мышц груди и, в общем-то, увеличить гипертонизию мышц спины. Это очень-очень просто сделать. Вам нужно закачать круглую спину и растянуть мышцы груди, чем мы сейчас и займемся. Итак, оговорюсь заранее, что некоторые упражнения в данном видео могут быть противопоказаны людям с сопутствующими заболеваниями, такими как грыж, протрузия, сколиозы, гиперлордозы и так далее. Итак, а первое упражнение, которое мы будем делать, будет становая тяга. Первое, что мы будем делать, это пытаться максимально свести лопатки при поднятии штанги. Это мы будем начинать делать в самом начале движения. Обращу внимание, что это несколько не классическое выполнение становой тяги, так как если вы будете рассматривать спортивное какое-то упражнение, то там не так сильно уделяется внимания именно сведением лопаток. Мы же будем, наоборот, постоянно пытаться во всех упражнениях максимально свести лопатки для того, чтобы максимально нагрузить грудной отдел. В частности, наиболее для нас интересна арбалитная мышца и другие глубокие мышцы спины для того, чтобы компенсировать ваше гиппозирование. Итак, я использую лямки. Это опять связано с тем, чтобы я мог сделать наибольшее количество повторений и не так сильно нагружать свои удосоченные предплечья. При этом стараясь свести лопатки как можно сильнее с самого начала движения. Ну и в заключении я говорю, что, в общем-то, вес становой тяги вашей должен быть около 40-30% от максимально в данной работе. Ну и если вы уже опытный спортсмен, то он может составлять и 60%. Но только при условии, что вы хорошо знаете технику выполнения данного упражнения. Ну и, в общем-то, имеете опыт работы с таким снарядом, как штанг. Далее мы перейдем к такому упражнению, как горизонтальная тяга. Выполнять мы тоже будем со своими особенностями. И, в общем-то, именно оно позволит нам целенаправленно устранить эгипность ромбовидной мышцы и, в общем-то, добиться максимального прогресса по устранению такого заболевания, как гиперкипоз. Далее мы будем выполнять тоже со своими особенностями. Все эти особенности связаны с тем, что мы будем максимально стараться нагрузить именно ромбовидную мышцу, максимально сводить лопатки. Очень многие спортсмены ставят тяжелый вес. И вместе с тем, как они притягивают вес ромбовидной, стараясь свести лопатки, все больше включают мышцы поясницы, делают такой читинг. В общем-то, это, наверное, оправдано, если мы подразумеваем спортивные цели. Но так как мы хотим исправить наш кифоз, нашу сутулость, в общем, надо это убирать. Надо это убирать и стараться сводить плечи назад. Именно так мы исправим нашу осанку, сделаем в обычном, бытовом даже, сидении, стоянии и так далее, ее наиболее изящно. Ну что, попробуем это сделать. Итак, я беру, я беру, я беру гриф. И следующее, что я делаю, подаю плечи вперед. Заметьте, что я специальным образом расставил ладони. То есть у меня стоит достаточно легкий вес. Поднимаю я его на прямых ладонях. Для того, чтобы, когда я притягивал к животу, у меня оставалось еще пару сантиметров, чтобы я мог максимально довести лопатки вперед. Опять округляю плечи. Довожу гриф к животу, максимально сводя лопатки вперед. Именно таким образом я нагружаю больше всего ромбовидную мышцу спины. и избегаю читинга, возможно, даже несознательно. Напомню, что все упражнения мы выполняем в неспортивном плане. И прогрессия весов здесь нас не очень сильно интересует. Поэтому мы можем при работе на ромбовидную мышцу использовать низкие достаточно веса. И еще запомните, что ромбовидная мышца – это глубокая мышца спины. И, соответственно, она достаточно маленькая по своим объемам. Поэтому, если вы будете долбить ее большими весами, то, скорее всего, вы просто перенесете нагрузку на более крупную мышцу. Как правило, это широчайшая мышца спины. И не добьетесь гипертрофии ромбовидной мышцы. И будете все время ходить сутулыми и некрасивыми. Следующим нашим упражнением будет такое упражнение, общекрепляющее, как подтягивание. Так как мы договорились, что сегодня мы не занимаемся бодипилдингом, а рассматриваем оздоровительные цели, данное упражнение стоит далеко не первым в нашем наборе, так как наша задача была сначала нагрузить наши ромбовидные мышцы, которые приводят наши и сводят наши лопаточки, а потом уже, соответственно, развивать все остальные мышцы спины. Ну и, в общем-то, укреплять стоит, конечно же, всю спину целиком. И такое упражнение, как подтягивание, не следует избегать. При подтягивании я обычно стараюсь заводить локти максимально за спину, тем самым максимально включая нашу широчайшую мышцу спины. А теперь давайте посмотрим, как подтягиваются реабилитологи. Середина блока у нас должна быть направлена в наше солнечное сплетение. Локти мы разводим в сторону. При этом... Итак. Итак. Я свожу лопатки, подаю локти за спину. Достаточно сильным образом читинкуем всем. Итак. Я слегка читинкую корпусом, прогибаю поясницу, завожу лопатки, завожу локти за спину, после чего медленно опускаю руки, продавливая себя грудью вперед. Руки у меня висят, как плети. И осуществляю просто... И осуществляю просто... И просто помогают мне лежать в локти. При этом все движение на растяжении я осуществляю за счет продавливания себя грудью вниз. Опять поднимаюсь, осуществляю тягу. Медленно опускаю корпус вниз, продавливаю себя, тянусь грудью к холму, максимально осуществляя растяжение. Данное упражнение лучше всего выполнять отходов по 15 раз. Ну что же, а у нас осталось последнее упражнение. Будет тяга блока из-за спины. Смысл этого упражнения в том, чтобы максимально растянуть грудную мышцу, тем самым сняв с нее гипертонезию. Итак, нам нужно просто захватить гриф за спиной и привести его к дату. После чего, совершать такие динамические движения, можно слегка задерживаться, ощущая максимальное растяжение в грудных мышцах и в передних ручках тяги. Также вы можете менять ширину хвата. Это будет создавать специфический акцент на грудные мышцы. Если вы возьмете достаточно узким хватом, вы больше почувствуете растяжение большой грудной мышцы. Если вы возьмете более широким хватом и подавитесь слегка вперед, вы почувствуете, как у вас больше растягивается передний кучок тяги. Мало грудная мышца. Данное упражнение в кроссовере мы выполняем 4-3 подхода по 15-20 раз. Также я бы рекомендовал вам не форсировать ваши рабочие веса. Не забывайте, что вы преследуете исключительно лечебные цели. И не старайтесь вставлять еще какие-то слишком вспомогательные упражнения для спины, как-то ее особо сильно нагружать. Так как, по моему опыту, особенно новички, либо люди, пришедшие в зал именно вылечить спину, очень часто переусердствуют, перетренировываются. Это ни к чему. Ваша тренировка, если особенно ваша цель оздоровится, может составлять 40 и 30 минут. Также не забывайте размяться в липсоиде, либо на беговой дорожке, чтобы предотвратить появление травм. Ну, а с вами был Кравцев Сергей и канал фитнеса и медицины, Medical Fitness. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!